Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Это насян задание 249. В пирамиде все боковые ребра равны между собой. Тогда возьмем пирамиду S, A1, A2 и так далее. A, N, N-угольную пирамиду. Изобразим ее вот следующим образом. S, вершина, основание, A1, A2 и так далее, A, N. Так, проведем в этой пирамиде высоту SO, высота, высота, SO. И нам нужно доказать А, что высота пирамиды проходит через центр окружности, описанное около основания, то есть точка O является центром описанной окружности. И B, что все боковые ребра пирамиды составляют равные углы с плоскостью основания. Давайте пока запишем, что углы между боковыми ребрами и основанием равны. Тогда давайте соединим точки A1, A2 и так далее, A, N с точкой O, с основанием высоты. Поскольку SO – это перпендикуляр к плоскости, назовем эту плоскость А1, например, А2, А3, перпендикуляр к этой плоскости, то тогда из этого следует, что SA1 – это наклонная, SA2 и так далее, SAN – наклонная к плоскости и основании А, O, A1, O, A2 и так далее, O, A, N – это проекции наклонных на эту плоскость. По условию боковые ребра данной пирамиды равны, мы еще не записали в условии, что SA1 равно SA2 равно и так далее, SAN – вот, из того, что равны наклонные, следует, что равны проекции, О, A1 равно, O, A2 равно и так далее, O, A, N. Но что из этого следует? Из этого следует, что точки A1, A2 и так далее, A, N, то есть все вершины многоугольника, которые лежат в основании пирамиды, равно удалены от точки O, а это значит, что они лежат на окружности с центром в точке O и значит, что эта окружность описанная, то есть O – центр описанной около многоугольника A1, A2 и так далее, A, N – окружности, что и требовалось доказать в пункте A. Второе. Теперь нам нужно доказать, что углы между боковыми ребрами и основаниями равны, но такими углами… Ну да, давайте так, рассмотрим тогда треугольники A1, A1, A2, 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 A3 и так далее, то есть все гипотенузы этих треугольников равны, а катет SO у них общий, этого достаточно, чтобы считать эти прямоугольники равными, а из равенства треугольников будет следовать равенству углов. угол S, A1, O равен углу S, A2, O и так далее, равен углу S, A, N, O, но эти углы как раз и являются углами между ребрами пирамиды и ее основанием, потому что угол между прямой и плоскостью – это угол между наклонной и ее проекцией. Значит, вот эти углы и есть углы, которые составлены боковыми ребрами с основанием пирамиды, и мы показали, что они равны, а именно это и требовалось доказать в пункте B. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.